Это обосновывается борьбой с преступностью и терроризмом, а также необходимостью единого регулирования. 23 января 2017 года Европейская комиссия представила план, как она хочет постепенно ограничить наличные платежи. Это обосновывается борьбой с преступностью и терроризмом, а также необходимостью единого регулирования на всей территории ЕС. Таким образом, должны быть закрыты лазейки для преступников и террористов. Но полная отмена наличных денег определенно еще не предусмотрена. Уже на следующий год комиссия ЕС объявила о выходе соответствующего законоположения. Это заявление Еврокомиссии присоединяется к целой цепочке других событий, которые преследуют ту же цель – ограничить использование наличных денег или отменить их полностью. В начале 2016 года Европейский Центральный Банк ЕЦБ объявил конец купюре в 500 евро, которая будет в обращении только до 2018 года. Приблизительно 613 миллионов купюр в 500 евро, находящиеся в обращении, будут постепенно изъяты. Официально ЕЦБ обосновывает свой шаг тем, что хочет воспрепятствовать финансированию терроризма, отмыванию денег и нелегальной работе. 8 ноября 2016 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что в ходе борьбы с отмыванием денег, нелегальной торговлей и коррупцией, купюры в 500 и 1000 рупий, которые составляют 86% от общего количества наличных денежных средств, в дальнейшем не будут признаваться, как законное платежное средство. Населению был дан срок в 50 дней, чтобы внести обесценивающиеся купюры на свой собственный счет или обменять их на новые банкноты в 500 или 2000 рупий. В то же время количество купюр новых рупий было значительно уменьшено, чтобы принудить население к безналичным платежам, чтобы предотвратить переход населения на золото в качестве платежного средства. Правительство даже ограничило количество золота в собственности и по всей стране были проведены облавы против незаконного владения золотом. Менее чем через неделю после реформы наличных денег в Индии, крупный американский банк City Group объявил, что впредь они не будут принимать или выплачивать наличные деньги в своих филиалах в Австралии. В конечном счете в январе 2017 года австралийский министр финансов объявил, что австралийская купюра в 100 долларов будет отменена, что означает резкое снижение австралийского объема наличности. Наряду с этими решающими событиями в последнем времени большинство стран ЕС в последние годы также ограничили применение наличных денег. Швеция, Нидерланды, Дания, Англия, Бельгия, Словакия, Италия, Франция, Греция и Испания. Здесь возникает вопрос, является ли борьба с терроризмом и преступностью реальной причиной для такого развития, или есть другие интересы, которые стоят за отменой наличных денег? Для ответа на этот вопрос недавно очень информативно высказался ответственный за наличные деньги и директор Европейского Центрального Банка ИЦБ Ив Мерш. По словам Ива Мерша, существует картель в глобальной борьбе с наличными деньгами. Картель – это зачастую секретно принятое соглашение об общих методах работы. К этому картелю относятся центральные банки многих стран, которые несут ответственность за денежно-валютную политику. По словам Мерша, цель состоит в том, чтобы внедрить отрицательные процентные ставки. Кладчики наказываются тогда за свои вклады отрицательными процентными ставками, что равносильно экспорпиации. Но так как кладчики через снятие наличных денег могут ее избежать, для центральных банков наличные деньги как бельмо на глазу. Это заявление директора ИЦБ было подтверждено на заседании Федерального резервного банка Центрального банка США Джексон Хоули 25 августа 2016 года. Представители основных центральных банков открыто дискутировали там о запрете наличных денег. Еще раз приведенные официальные причины для отмены наличных денег выявляются как вводящие в заблуждение, то есть как ложь, дезинформирующие ничего не подозревающее население. Предлагаем вашему вниманию следующее интервью, которое Клаги Майор ТВ провело с Эрихом Хамбахом, автором книги «Наличные деньги. Прощайте. Расставаться вольно». Хамбах более 30 лет работал в финансовой отрасли и с 2014 года усиленно занимался запланированным запретом наличных денег. В интервью по доплеке и взаимосвязи отмены наличных денег становятся еще более понятными. Добрый день, господин Хамбах. Добро пожаловать на Клагомауэр ТВ. И мы сегодня имеем честь говорить об угрозе упразднения наличных денег. Может, коротко скажете о себе? Вы родились в Мюнхене в 1963 году, и после окончания обучения как бизнесмен по страхованию, вы в первый год еще посещали вечернюю школу по экономике. Потом где-то 30 лет вы занимались страховками и темой инвестиции, и главным образом это страхование старости. Как было у вас с этим? Какие вопросы там у вас открылись в течение этих лет? Да, это был очень волнующий путь. Он был не прямой, нет, как это бывает в жизни. Те или иные повороты, которые нужно было делать. И сначала было так, что я сам для себя искал путь в профессии. Больше ли с людьми или в управлении? И мне больше понравилось все же работать с людьми, с коммуникацией. Это больше ко мне говорило. И я вначале и не понял, почему я попал в финансовую и страховую сцену. Но родители участвовали в этом. Они сказали, там еще есть свободное место, ты не хотел бы? И они меня туда пригласили на работу. И в течение лет вопросы становились все более критическими. Я слышал от людей, которые заключили договоры. Я 10 лет платил, я платил взносы, теперь там только треть от того, что я платил, или еще меньше. В чем дело? И я когда-то через знакомых коллег и через научные работы, которые я читал из области экономики и других тем, я очень много информировался. Я все больше пришел к заключению, что все эти продукты вообще-то не для клиента, а только для финансовой индустрии. И все вот эти высказывания, все будет хорошо, там ли инвестиции, там ли инвестиции. В конце дня считаются только деньги, деньги, на которые направили взгляд сильный за кулисами, именно финансовая индустрия, которая хочет присвоить себе эти деньги. И вот эта фраза или шутка такая, мы все хотим вашего самого лучшего, а именно ваших денег, она все вновь и вновь подтверждалась. И это привело меня к той точке, что я уже не хотел там, в этом активно участвовать. Я читал, с 2014 года вы видите ваше призвание в просвещение человечества, что касается денег и финансов, и также политики. Вы проводите встречи, симпозиумы, доклады, семинары на различных мероприятиях. И вот вы недавно написали эту книгу «Наличные деньги. До свидания. Горькое расставание». Называется книга. Кому служит упразднение наличных денег? И я думаю, об этом говорит эта книга. Как вы это видите? Что там творится за кулисами? Да, за кулисами есть несколько очень сильных интересов. И упразднение наличных денег или ликвидация наличных денег одной группе это однозначно ничего не принесет, а это именно люди, это народ. Но тут речь о большой игре, приватизации прибыли и социализации ущербов или проигрышей. В конечном счете запланировано все больше раскрывать эти ножницы, и сегодня уже так, что 1% человечества владеет двумя третьими всего, что есть у человечества. И кажется, что есть этот план, что этот 1% скоро будет владеть 100% всех ресурсов планеты, материальных и природных ресурсов. И это служит именно только этой индустрии, потому что наличные деньги – это в конечном счете только напечатанные бумажки, без какой-то внутренней стоимости или ценности, если сказать о теме проценты процентов. Да, это тоже очень неприятная тема, потому что есть много задолженностей. Но пока есть наличные, это все еще зона, которая не полностью под контролем. И в конечном счете речь идет и о контроле. То есть нет наличных денег, мы уже не можем взять в банки деньги. Нам нужно быть совершенно прозрачными, все подконтрольными. И тогда только открывается путь для политики и центральных банков полностью лишить населения собственности посредством негативных процентов, насильных платежей. Тогда мы как люди, как народ, уже не имеем возможности сказать «нет, не так, мы этого не допустим», потому что мы в этой области потеряем самоопределение. И как же будет проходить эта ликвидация наличных, если она действительно начнет распространяться? Мы слышим это из других стран, что есть лимиты для расчетов наличными. Встретились министры финансов, и из Германии тоже. То есть министры финансов стран уже говорят о том, чтобы ввести повсеместно эти лимиты по расчетам наличными. Как это будет протекать? Как это будет воплощаться? Да, этому всему есть специальная агенда, режиссура, если хотите. И в принципе мы находимся в середине этой режиссуры. Это не так, что какая-то дата 15 августа 2021 года, и с того момента уже нет денег. Этого плана нет, потому что было бы слишком велико сопротивление населения. Все бы противостали этому, и тогда это так не удалось бы протащить. Но проходит с тактикой тихой САПы, отрезает понемногу. Уже в 2008 году было принято решение воплотить это. Потом был этот так называемый финансовый кризис, кризис с недвижимостью, и мыльный пузырь лопнул. И ипотеки в Америке уже нельзя было проплачивать, и пришли к выводу, что сейчас еще нельзя упразднять наличные, потому что все деньги были бы у этих больших банков, которые всю эту беду вообще-то привели, и им народ не доверял в тот момент. И поэтому пошли с этим немного осторожнее. И в 2010 году просто началась дискуссия, там в этих ток-шоу, и так далее, и в СМИ. И также в правовых частях программ телевидения протестировали, как реагирует народ. И после того, как там не было особого сопротивления, потому что все было хорошо упаковано. И потом по всему миру тут и там потихонечку пробовали. Да, вы сказали эту тему, и, скажем, лимит по расчетам наличными в 2012 году это ввели в Евросоюзе. В каждой стране по-другому, потому что в политике управляет финансовая индустрия, и пытаются сделать так, чтобы это в маленьких обозримых странах делалось как лабораторные исследования. Скажем, в Норвегии то, в Швеции это, в Италии это. И очень курьезно, если посмотреть 2-3 примера. Например, в Италии ввели верхний лимит операции наличными на 1000 евро. Это очень низко. По сравнению с другими странами. Там где-то 5000, 10 тысяч, 15 тысяч евро в Хорватии, например. И вот было сопротивление, потому что слишком низкий уровень, и протестовали. Ага, значит, это недопустимо. Сегодня 3000. Но потом придумали. В Италии кое-что очень специальное, что людям не разрешают оплачивать аренду квартир или домов во время отпуска. И кто платит наличными, должен платить очень высокий штраф, 40% или минимум 3000 евро. И удивительно то, что вообще нет сопротивления этому. Вы видите, что граница не должна быть слишком низкая. Но ввиду очень внушительного штрафа, если этот штраф объявлен, и народ об этом знает, то опять же потом это проглатывают. И так в каждой стране по-другому подходят к этому вопросу. И так это знаменитая тактика. Мы сегодня что-то решаем, политики, что будет в действии только через 8, 9, 10 лет. Например, Швеция, там ввели закон, который теперь уже в силе, что к 2030 году наличная валюта в Швеции должна полностью исчезнуть. И если можно, и раньше. И сегодня каждый думает, «Ах, это так далеко, это 14 лет, это долгое время». И если коротко, народ вдруг скажет, «Нет, нет, так мы не собирались это принять, мы хотим оставить деньги за нами». И тогда со стороны правительства скажут, «Эй, тогда вы должны были об этом говорить уже 10-12 лет, потому что сейчас уже поздно, теперь об этом мы больше не дискутируем». Это можно наблюдать и во многих других темах. И потом опять применяется эта методика, чтобы умалчивать это все или задавливать информацию. И каждый, кто негативно говорит о запрете наличных, является уже как будто сообщником наркодилеров или сам уже в криминальных кругах. И якобы к наличным прилипает всякая зараза, и это негигиенично. Так пришивают туда различные аргументы. Но тогда задается вопрос, что же менее гигиенично? Дать руку 10 человекам в день или взять деньги в руки? Хотя, правда, может быть, там, где упаковывают продукты питания, может быть, чтобы делали это в перчатках. Потому если я очень много соприкасаюсь с деньгами и также и с питанием, это ладно, но оно не имеет отношения к запрету наличных. И также тема уклонения от налогов или нелегальная работа. Это можно рассматривать совсем по-другому, по моему мнению. В конце дня можно сказать, что с этими аргументами работают, с ними дискутируют. И если приходят люди, которые хотят просвещать об этом, их не приглашают на встречи, а если приглашают, то будешь один против пяти там. И тогда в общественных каналах это так распространяется. И помимо всех этих дискуссий, в конечном счете, приходят к тому, что да, экономический рост нам нужен любой ценой. Нам нужно приспосабливать ту и ту финансово-денежную политику. А обычный человек при обилии этой информации по теме «деньги» очень трудно успевает, чтобы отфильтровать личное ясное представление об этом, которое честно и открыто. Поэтому это все четко управляется в этом направлении. И дальнейшие мероприятия на приходе вы сказали об этом. Германия стоит перед учреждением тоже лимита по наличным. Мы дискутируем о лимите в 5000 евро. И вот если бы наличных больше не было, тогда будет и легче взаимание со стороны Международного валютного фонда, принудительного налога с народа. Речь идет о 10% и господин Шойблен, наш министр финансов, он уже потирает руки. Как было бы, если бы я получил X процентов от всех денег от населения Германии? А потом такие истории, как во Франции, где говорят о терроризме. И потом это приносит тоже как аргумент. Да, эти террористы, они пользовались наличными, они за что-то расплачивались наличными. И тоже ищут путь. Ага, и эти вещи мы тоже получим под контроль, если не будет наличных. Да здесь куча аргументов, которые здесь приводят для того, чтобы подтвердить или оправдать упразднение наличных денег. Это так, как уже многие политики в прошлом говорили. Чечиль, например. Он сказал, политика – это искусство, чтобы держать народ под стрессом решением проблем, которые заранее искусственно были созданы.